Давайте поговорим о женской красоте. Женщины, выбирайте. Вы кого хотите в мужья? Возвышенного человека или низменного? Возвышенного. А что самое возвышенное в женской красоте? Если блядеть на женщину, что в ней самое возвышенное? А? Что? Ну, внешности в женской. Что самое возвышенное? Лицо. Самое возвышенное в женской красоте это лицо. Теперь у меня к вам вопрос. Если вы очень красивое, у вас красивое лицо, это значит, что у вас много возвышенного внутри. Это факт. Но при этом, если вы еще открыли что-то пониже. Чуть-чуть. У меня к вам вопрос. Куда мужчина будет смотреть? Пониже. Почему? Потому что там флое выглядывает. Запретный фоль всегда. Что выглядывает? Флоть. Запретный фоль всегда шмар. Потому что там исходит сила. Попытайтесь понять. Сила исходит. Сила, которая заставляет смотреть вниз. Тупо. Я помню, я сидел на одной парте с девочкой. И у ней как бы ножки были выше колен. Что-то не так сказал? Ножки были выше колен. Не правильно сказать? Не, у нее ножки были выше колен. Потому что мне не важно было, какая у нее была юбка. Потому что когда мужчина сидит рядом с девушкой, молодой. Или мальчик там с девушкой, да? Он не видит юбку, когда ножки выше колен. Понимаете? Ну, трудно понять, какая юбка. Я хотел смотреть математику. Потому что мне нравилась математика. Но глаза все время туда смотрели. Пытались туда посмотреть. Хотя это было стыдно. Но вот такая сила какая-то тянула. Понимаете, о чем я говорю или нет? Но я сейчас не об этом говорю. Я сейчас говорю о другом. Что? Всегда, когда мужчина хочет познакомиться с женщиной, то для этого нужно, ему внутри нужно, чтобы какая-то сила была сильнее, чем его здравый смысл. Если пересилила сила, которая идет снизу, тогда это значит, его привлек в ней только секс. Означает, что у него низменный контакт произошел с этой женщиной на основе просто полового желания. Не основе качества ее характера, на основе ее целомудрия, чистоты, а просто на основе ее низменных желаний. Второй вариант. Если мужчина смотрит в лицо и все остальное закрыто, то есть вероятность, что его привлечет гармония, связанная с высшей природой этой девушки. Такие, правда, мужчины встречаются редко. И такая гармония встречается так же редко, потому что чаще всего гармония встречается на низких центрах у людей, чем на высоких. Но, понимаете, ведь замуж-то надо просто за одного человека выйти. Не обязательно, чтобы было часто. И что такое скромность? Скромность — это разум. Разумная женщина знает, что ей надо выйти замуж за одного человека, и его пошлет обязательно Бог. И поэтому она все закрывает, кроме лица. Почему? Потому что лицо является визитной карточкой ее души. А все остальное является визитной карточкой ее тяжелой судьбы. Запомните. Сейчас я вам объясню. Когда мужчина привлекается нижними частями тела, то в контакт вступают нижние центры, и гармония на них возникает. А у человека так устроено, что у него сверху находится хорошая судьба, а снизу плохая. Тогда люди сначала испытывают страсть друг к другу, а потом начинают ругаться, как неистовые. И у них вся жизнь может состоять только из секса и руганий. Почему? Потому что они в этом случае просто контактируют друг с другом на основании тяжелой судьбы. Вот самое тяжелое в них гармонию вступило. И это привлекает с помощью грубой половой силы. Которая прежде всего исходит из женского тела. Сначала. Потому что у женщины эта грубая половая сила кажется очень сладкой. Она не имеет грубую природу. Внешне это кажется очень сладкой энергией. Даже для женщины. Для самой, которая это все открывает. Она не понимает, что это игра с огнем. и она не может Поэтому, когда женщина открывает свое тело, она лишает себя возможности встретиться с тем, кто будет верным мужем. Она усиливает возможность встретиться с тем, кто будет ее мучить. Но даже если она встретилась с таким человеком и живет с ним, то надо все равно начать заняться духовной практикой. Потому что в любом человеке есть душа. И если возвысить себя, то и близкий человек тоже возвысится. Понятно? Но вот эта стыдливость это путь к победе. Особенно для женщины. Женщине важно знать, что не надо, чтобы много смотрел. Некоторые думают, чем больше посмотрят, тем больше шансов выйти замуж. Не надо так думать. Потому что Бог даст человека по-любому. Это его воля, понимаете? Не то, что все будут смотреть и кто-то клюнет. Не ты являешься центром отношения Бога. Поэтому придет время, Бог тебе даст обязательно человека. Но если ты правильно настроишься, Он даст тебе правильного человека. А если неправильно настроишься, неправильно. Ничего, что я про это рассказал? Может, я чувствую, что я уже вам надоел, наверное, нет? А? Надо вот именно так рассказать. Не надо говорить «закрой». Она не знает зачем. Нужно объяснить, зачем это нужно. Это будет лучше. Брюка ходит. Сейчас объясню. А они в брюках ходят, потому что они хотят подчеркнуть красоту ног. В этом причина, почему они ходят в брюках. А тогда в беньюбках ходят? Нет, в брюках тоже красота ног подчеркивается. В брюках тоже. Потому что в беньюбках можно увидеть ноги только наполовину. Ну, или в две трети. А в брюках все. И еще что выше можно увидеть тоже. Но есть одна проблема. Такие женщины не знают, что самое красивое это то, что непонятно. Допустим, если женщина идет, вот я сейчас вам приведу такой пример. В Казани ко мне пришли девушки. Они пришли в таких вообще полностью как бы они были мусульманки. Они пришли в таких накидках ко мне и вот в длинных одеждах до самых пяток. Я был поражен, какие они красивые. Почему? Потому что вот эта национальная одежда, она вся, вот смотрите как она устроена, она вся стекает. То есть она обтекающий такой вид имеет, она вся стекает. и женщина полностью защищена. Потому что когда на чем-то задерживается взгляд, оттуда женщина отдает силу. Допустим, девушка идет открытая вся по улице. Она не знает, что она отдает силу всем, кто на нее смотрит. А потом она приходит домой и варежку на мужа раскрывает, потому что сила женской не осталась. Вот чем женщина контролирует ситуацию? Она контролирует своей энергией наслаждения. Вот допустим, в семье, когда у женщины в семье все хорошо, когда от нее такая сила исходит, что все расслабляются. Муж расслабляется, даже собачка расслабляется. И то не гавкает, потому что от жены такая, от женщины исходит такая сила. Но эта сила может расходоваться. Если она по улице ходит с открытыми частями тела, то ее оббирают. И она приходит домой такая, и все плохо там. Почему? Потому что она сама даже не знает, почему так произошло. Это на тонком, невидимом плане происходит. Ее обобрали просто по дороге, все посмотрели, все понаслаждались, и она пришла, нет силы уже. Она не может уже любить, прощать, просить прощения, то, что женщине легко делать само собой. Зачем нужна вот эта обтекающая одежда? Она защищает, не на чем прицепиться, и это создает тайну и уважение. Понимаете, есть два способа относиться к красоте женщины. Смотрите, первый способ это хватать ее, хватать, второй способ уважать. Вот вы можете, допустим, взять, вот, бывают алтари очень красивые в Индии. Вы можете схватить этот алтарь? Нет. Что остается? С почтением отнестись. Потому что та красота, которая тебе недоступна, вызывает что? Восхищение, почтение. Красота есть, но она недоступна. Нет для тебя, извини, нет для тебя. Тогда я с почтением отношусь к этой красоте. Нет для меня тогда с почтением. Видите, одни женщины ведут себя для тебя, для тебя ведут себя, да? А другие женщины ведут себя не для тебя. и первых просто грабят, а вторых добиваются. Когда женщины добивались, она потом становится удовлетворенной женой, потому что муж всегда знает, помнит, что он добивался эту женщину, добивался и он поэтому ее уважает всю жизнь. нелегко она ему досталась в жизни. Это помнит. Так, интересный момент, обтекаемые одежды. Ну, смотрите, в Индии женщины еще носят красную точку вот здесь на лбу, потому что вот здесь находится слабая зона незащищенная у женщин. Когда женщина имеет красную точку вот здесь, то когда мужчина на нее смотрит, у него взгляд раз на точку сосредоточился и он не сможет уже психически на нее никак повлиять. Она защищена. Защита такая у нее. Все. Сильная вещь такая. Я видел, как это работает. Что? Нам как быть? Я не знаю, я вам рассказываю как лучше. С точкой нет, потому что над вами смеяться будут. Это же не наша культура. Вот, 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 теперь волосы. Волосы. У женщины в волосах у человека содержится энергия мыслей. У женщины сильна своими мыслями, мужчина силен своей волей. Когда от женщины исходит сильная мысль, она еще красивее становится загадочной. У женщины должны быть длинные волосы. Длинные волосы дают силу, защиту женщины. И волосы должны быть в пучке, тогда в этом случае женщина защищена от близких отношений, с кем попала, потому что волосы распущенные означают близкие отношения всегда. Чуть-чуть завязаны, как-то сплетены, означают все, я недоступна для тебя. Сейчас культура у женщин, какая культура? Культура быть женой. Вот смотрите, сейчас объясню, когда в обществе наступает хаос и когда в обществе наступает мир и покой. Два варианта всего. А зависит от того, как женщины влияют на общество. мир и покой наступает, когда у женщин больше проявлена природа дочери и матери. А хаос наступает, когда у женщин больше проявлена природа любимой или любовниц. Вот смотрите, как ведут себя дочери и матери. Мать как себя ведет? Она очень уважаема. Она не позволит пользоваться своими интимными частями деланниками. Мать это старшая женщина. Она старшая для всех. Теперь дочь. Она очень скромна. Она тоже не позволит никому смотреть на себя неправильно, потому что она ведет себя как младшая. Кто такая жена? Это та, которая отдает себя. Вопрос кому? Только одному человеку. Это муж. Поэтому женщины в древней культуре всегда на улице вели себя или как дочери, или как матери. Они закрывали себя и показывали свою недоступность. Я сейчас в Индии вижу, что молодая девушка 24 года, она смотрит на меня, у нее очень твердый, спокойный взгляд. И она смотрит на меня очень сильно, вызывает сразу уважение. Я в два раза старше, но мне сразу уважение не возникает. Я думаю, ничего себе. И у меня не возникает никакого желания с ней там. Сразу раз почтительное отношение. Почтительное отношение к женщине решает все вопросы в обществе. Например, если бы начальники все уважали всех своих женщин, подчиненных, тогда на работе был бы полный порядок. Потому что когда они начинают с ними сю-сю-пусю, и те им отказ, начинается злоба. То есть вот эти чувственные отношения всегда приводят к конфликтам. Женщины, которые рисуются расслаблены на работе, тоже там идут вот эти вот энергии, такие наслаждения, все расслабляются, на работе работать никто не хочет, все хотят балдеть. Но женщины, которые ведут себя как матери или как дочери, они ведут себя так, что никто не расслабляется, все трудятся вокруг. В обществе, где женщины ведут себя как матери, как дочери, наступает благоденствие.